Некоторые информационные ресурсы опубликовали диалог с одним из пилотов авиакомпании, который раскрыл версии трагедии «Суперджет». По его словам, удар молнии не мог стать тому причиной. Специалист предпочел не называть своего имени, пишет московский комсомолец. Пилот сгоревшего лайнера объявил о решении выполнить вынужденную посадку сразу после взлета, заявив о потере радиосвязи. По словам его коллеги, каждый самолет не раз получал разряды, которые чаще всего проходят по корпусу и уходят с крыла, киля и стабилизатора. Полностью вывести электронное оборудование из строя молнии не может. Пожар унесший жизни десятков людей начался из-за грубой посадки. Почему произошла такая посадка, рассуждать пока трудно, подчеркнул эксперт. Разбираться в неполадках системы будут специалисты. Вопросы могут возникнуть и к работе аварийно-спасательной службы аэропорта Шереметьево. Одна из прозвучавших версий – ошибка командира воздушного судна. Но информатор уверен, пилот приложил все усилия, чтобы спасти пассажиров. Официальный представитель аэрофлота Максим Фетисов отметил, командир аварийного самолета имел достаточный опыт полетов на сухом суперджете – 1400 часов. Общий налет авиатора составляет 6800 часов. По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации для оказания практической помощи при осмотре места трагедии в столичный аэропорт Шереметьево направлены следователи-криминалисты Центрального аппарата Следственного комитета России, имеющие опыт расследования авиапроисшествий. Следствие рассматривает ряд версий крушения самолета сухой суперджет-100. В аэропорту Шереметьево, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.